Девушки отдыхают Спокойно, спокойно Мы вообще только выходим на настоящий смех Я часто езжу в поезде из Риги в Москву Ну таможенные ходят в 4 утра Чтобы вы вообще не понимали, что отвечать на вопрос А со мной в поезде Вернее в вагоне В соседнем купе ехали такие, ну кореша Такие братаны ехали Они выпили, вообще действительно не понимают Где они находятся в данный момент Утро, 4 утра, таможник заходит прямо с порога Кричит в вагоне Оружие, наркотики есть Из соседнего купе, голос братана Пора иметь свои Вы не думайте, что я только над другими смеюсь Я и над собой могу посмеяться Я вам должен сказать Со мной бывали ситуации, которые Может быть даже стыдно было бы рассказывать Например, с великим артистом Я действительно считаю великим артистом Потому что он играл и в «Принцессе Турандот» И Павку Корчагина, Василием Лановым Мы в конце 80-х, 89-м году попали Попали на Кипр Кипр еще не был Не знали, что такое офшор, Кипр Мы просто перелет был из Израиля Через Кипр Нас задержали И мы поехали на берег моря Позавтракать Что мы знали тогда о загранице Да ничего У нас было довольно мало денег Мы зашли, как нам показалось, в хороший ресторан Хотя там было самообслуживание на самом деле Ну, для нас это было хорошо все равно Обилие еды Мы идем, не знаем, что взять эти названия Мы плохо еще английский тогда знали в ту пору И давай, мы завтракаем Давай яичницу возьмем Давай, давай А я говорю, что-то она какая-то зеленоватая Он говорит, да не, ну у киприотов все нормально Зеленая значит надо Ну что, это же не Советский Союз Ну видишь, мухами не засижено, нормально И мы взяли яичницу К нам подбежали три уборщицы-киприотки И хохочут над нами А мы говорим, на русском Чего вы хохочете, а как мы еще скажем А одна уборщица нам показывает Понимая, что нечего объяснять Говорит Выс, тулук, тулук, тулук Мы взяли Из папье-маше Вот эту вот Муляж яичницы, нормально Вомы были, да, лохи А она говорит, тулук, тулук А Вася говорит, да-да, глазунью А Ширвинд нас разыграл У Ширвинда потрясающее чувство юмора Я вам должен сказать Мне всегда очень нравилось С ним бывать в одних компаниях Мы летели в такой компании Ну, не хорошее слово Звездной компании Жванецкий, Ширвин, Державин Я, Бабаян И мы летели из Кельна Довольно серьезно выпили А знаете, на обратном пути Советские люди обычно рассказывали друг другу Что они купили Кто-то галстук, кто-то туфли А Ширвинд, мрачно вынув трубку изо рта Сказал, а мы с женой купили землю в Кельне Клянусь, так противно стало всем Жванецкий аж побледнел в этот момент Говорит, какую землю, какую землю Где землю, откуда у тебя деньги Какая земля Ширвинд говорит, ты не веришь, Миша Наташа жене говорит, покажи И та вынимает горшок цветком из землей Говорит, вот в Кельне куплено А меня разыграл Арканов Я вам должен сказать, меня никто в жизни так не разыгрывал Это теперь, я такой беспощадный сатирик А 80-й год И меня впервые взяли на гастроли с собой Арканов, тогда уже Мэтр Измайлов, которого тоже уже тогда хорошо знали И Ефим Смолин Взяли они меня, потому что В советское время, когда выезжаешь на гастроли Обязательно хоть кто-то должен был быть русский Для увеличения процента русских Среди выступающих меня взяли Так интересно в наше время Вспоминать это И мы поехали в Баку на гастроли А у меня было всего три номера Которые я читал со сцены То есть минут 15 у меня набиралось Каждый должен был выступать 15 минут Это было жесткое условие Один из номеров Был несколько необычный В то время не было слова прикол Хотя приколы я любил со сцены уже тогда И номер такая пародия На спокойной ночи малышей передачу Это теперь мы насмотрели Старшилок А в то время нет И у меня эту передачу вел Такой ведущий Кошмар Иванович Он рассказывал сказочки детишкам Жуткую сказочку рассказывал Я за него говорил Дорогие мои детишечки А в зале темно Это сейчас светло Однажды умерла тетенька Но у нее была золотая ручечка И вот один дяденька узнал Про это Пошел к ней на могилочку Дорогие мои детишечки И начал копать Долго-долго копал он Пока его лопаточка Дорогие мои детишечки Не стукнулась о крышечку гробика Но в это время Дяденька почувствовал Что на него кто-то смотрит Сзади Он обернулся и увидел Что стоит сзади тетенька Но у нее всего одна ручечка А где твоя вторая ручечка Спросил дяденька А вот она Закричала тетенька Ну это сейчас вы привыкли к старшилкам А тогда вы не представляете Что в зале было Такая волна от сцены идет Однажды двух женщин Вынесли из зала Они головами стукнулись Со страха друг от друга Зал так доволен был Потому что кому-то плохо Хуже чем им Ну номер имел потрясающий успех И казалось бы все нормально Мы чесали по три концерта в день В течение недели Концерт шел с успехом И вдруг сообщают Что на концерт приедет Эльдар Алиф Первый секретарь ЦК КПСС Азербайджана Секьюрити Не было слова секьюрити Охрана все отцепила Проверила за кулисами Выход на сцену только по паспорту И Ко мне подходит Аркана Вы же видели Аркана Такая В глазах грусть всего еврейского народа За все поколения этого народа И говорит мне Миша Ты вот осторожней Со своей ручечкой Я говорю Почему? Он на первом ряду будет Все верить Я говорю И что? Что? Охрана вокруг Говорит мне Аркан Ты вот так вот Вот так вот И тебя застрелят Я говорю Что делать Аркан? Он говорит Пойди расскажи охранникам Ручечку И я Это не забывается Такое Никогда Я за кулисами поймал охрану И говорю Слушайте Мне надо вам кое-что рассказать Че нам вдруг Че нам рассказать А вы вообще охрану Представляете Вы видели Шкафы с антресолями Когда-нибудь Антресоли Это челюсти Этой охраны Шея буфала У каждого Они выше меня Они говорят Тебе цензура Разрешила читать То что ты будешь читать Да Ну и что мы тут при чем Мы не имеем К этому отношения Говорю Понимаете Это касается вас Я бы хотел Чтобы вы послушали Ну давай читай Собралась охрана Свиньей выстроилась Передо мной И я максимально С выражением На которое я способен был Тетенька Руточка Глазами вращаю То есть я его Пытаюсь напугать Эффекта никакого Никакого В конце Вот она Никакой реакции Никакой Даже я смутился От этого Главный охранник говорит И что? Он говорит Что? Я вот так вот Раз ручечку И вы меня застрелите Подумаешь Он говорит Да Слушай Ты прав Ничего себе Представляете Мое состояние Ты прав Он говорит Я говорю Что мне делать? Он говорит Не выбрасывай Ручечку вперед Такого скопления Артистов Я за кулисами Больше не видел Как во время Исполнения Этого номера Мною Говорят Что Аркана Первый раз Все видели Не просто хохочущим А Упавшим на пол И прыгающим На животе Вот так вот Он так и ускакал На животе Подрыдел Вот это Когда Когда я Пугал Пугал Зал А в конце Сказал А вот Она